Порядка 27 тысяч номеров. Если их разложить, хватит покрыть огромным газетным одеялом весь Симферополь. А площадь города – 107 квадратных километров. Можно выстроить стопку из номеров. Получится пятиэтажный дом. За пережитые 100 лет газета «Крымская правда» заработала авторитет, стала одной из самых читаемых. И даже сейчас, в эпоху развития виртуальной инфосферы, газета занимает лидирующие позиции на рынке крымских печатных СМИ. Вообще «Крымская правда» – 100 лет – это такой юбилей. Люди столько не живут. По крайней мере, немногие, если их доживают. Ну а газета сегодня прошла, наверное, исторический путь. Мы видим это из истории, знаем отношения, особенно ветеранов старшего поколения «Крымской правды». Это уважаемая газета, которая дает объективную информацию. «Крымская правда» пережила все события, которые потрясли страну и полуостров в период с 1918 года по настоящее время. А это революции и войны, смены власти, экономические кризисы и подъемы, научно-технический прогресс и народные достижения. И всегда газете доверяли, ведь на ее страницах по сей день можно найти только достоверные факты. «Правду доносит. Крымская правда». За много лет – это уже легенда, «Крымская газета». Она прошла все этапы Крыма, советский период и послесоветский, украинский период. И, в общем-то, сегодня российские, мы вернулись в Россию. И, в общем-то, эта газета выражала мнение крымчан. На юбилей «Крымской правды» собрались далеко не все ее читатели. Она выходит тиражом более 22 тысяч экземпляров. Ежедневно коллектив трудится над производством свежего контента. К качеству материалов здесь высокие требования. Поэтому не каждый новенький сотрудник выдерживает нагрузку. «У нас нет большой конкуренции, потому что зарплата у нас все-таки поменьше, чем в государственных изданиях. Но у нас далеко не все его держат». Сегодня в честь круглой даты коллектив изданий отметили наградами Совета министров, главы Крыма, парламента Республики, администрации Симферополя. Это медали благодарности, грамоты, сувениры в часы. Некоторых сотрудников газеты, которых уже нет в живых, отметили медалями посмертно. Анастасия Донская, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.